Добрый день! Сегодня хотел бы рассказать о кнопке Markup, которая встречается в булгатерских калькуляторах. Это MU-кнопка. Она на самом деле очень интересная, но почему-то в обзорах ей уделяется довольно мало внимания. Сегодня хотел бы я о ней рассказать. Прежде всего, хотел бы подупредить, что в некоторых моделях калькуляторов эта кнопка выполняется по-разному, но в этой модели она работает наиболее функционально, и на базе этого ролика вы можете легко перейти, скорее всего, на ваш калькулятор. Прежде всего, как с этой кнопкой работать? Эта кнопка выполняет четыре разные функции, а общая выполняется так. Сначала вводится первое число, нажимается кнопка плюс, минус, умножить, разделить, потом нажимается второе число, и после этого нажимается кнопка Markup. Как вычислить процентную надбавку? Вот, предположим, в Советском Союзе были комиссионные магазины. Если вы относили товар в комиссионный магазин, то комиссионный магазин брал 7% от суммы, которую вы выставите себе, как проценты. Ну вот, вы хотите получить за предмет 1000 рублей. Какую сумму вы должны выставить для покупателя, чтобы при отнимании 7% вы получили эту 1000 рублей? Вводим число 1000, нажимаем разделить, вводим количество процентов концентной надбавки и нажимаем кнопку Markup. Мы видим результат, что вы должны эту вещь выставить по цене 1075 рублей. Если вы от этой суммы отнимете 7%, как обычно вычисляются проценты, отнимается 7%, то мы видим на экране, что вы получите 1000 рублей, столько, сколько вы хотели. Еще раз, 1000 поделить на 7% и Markup. У этой функции есть еще, если вы еще раз ее нажмете, то калькулятор выдаст ту сумму, которую комиссионный магазин возьмет себе с этой продажи. Также можно вычислить процентную скидку. Например, у нас есть число 11000. Оно получено в результате какого-то неизвестного числа, которое мы прибавили, скажем, 7%. Мы хотим узнать это число. Для того, чтобы узнать это число, надо ввести итоговую сумму, которую мы знаем, нажать разделить на 7 и изменить ему знак, и нажать кнопку Markup. Мы получим число, если к которому прибавить 7%, то получим наше число, которое мы знаем. Прибавляем к нему 7% и получаем наше число. Какие еще функции есть? Вот, например, в этом калькуляторе можно с помощью кнопки Markup узнать, сколько будет одно число плюс какое-то число процентов. Эта функция дублирует известную функцию, например, если мы хотим прибавить 3% к числу 2. 2 плюс 3% получаем 2,06. И эта же функция продублирована на кнопке Markup с кнопкой умножить. 2 умножаем на 3, нажимаем Markup. Получается точно такой же результат. Это просто дублирование кнопки процентов, прибавление процентов. Если мы хотим узнать, на сколько процентов увеличилось число, если к нему прибавить другое число. Вот, предположим, у нас есть число 200. Мы к нему прибавляем число 20, получается 220. И хотим узнать, на сколько процентов увеличилось число 200 при этом. Вводим число 20, нажимаем кнопку плюс, вводим число 200 и нажимаем кнопку Markup. Получается 110%. То есть увеличение от числа 10 составило 110%. Мы можем это проверить. Взять число 200 и умножить на 110%. Получается 220. Это функция с плюсом. Есть еще очень популярная задача, которая в этом калькуляторе вычисляется при помощи кнопки Markup и кнопки минус. Вот у нас есть магазин. Вы пришли в магазин, хотели купить вещь за 10 тысяч. Пришли, а она стоит 11 500. И вы хотите узнать, на сколько процентов увеличилась эта сумма. Точно так же наоборот. Вы хотели купить какую-то вещь за 11 500, пришли в магазин, а у них скидка. И вам продали ее за 10 тысяч. И вы хотите узнать, на сколько процентов было снижение. Как это работает в калькуляторе? Сначала вводится число новое, которое стало. После этого нажимается кнопка минус. Вводится число старое, которое было. И нажимается кнопка Markup. Например, 11 500. Это новое число. Нажимаете кнопку минус. Нажимаете старое число. И нажимаете кнопку Markup. Увеличение составило 15%. И обратная задача. Новое число 10 000. Старое число 11 500. Нажимаете Markup. И видите, что произошло снижение на 13%. Таким образом, вот эта кнопка Markup, она в калькуляторе вычисляет 4 совершенно разных функции. И вычисление этих функций зависит от того, какую вы кнопку нажмете между двумя числами. Плюс-минус, умножить или разделить. Попробуйте на своем калькуляторе, как они у вас работают. Возможно, они работают точно так же. Возможно, они работают немножко по-другому. Но самое интересное, что эта функция, что эта кнопка выполняет очень много интересных функций. Надеюсь, вам это пригодится. Спасибо за внимание.